Освещение улиц в Наринмаре, когда придет тепло в дома горожан, постановка в очередь на жилье, работа управляющих компаний и выдача лицензий на рыбную ловлю. Эти и другие вопросы поступили сегодня в ходе прямой линии губернатора Ненецкого округа. За 50 минут прямого эфира на радио Наринмар-ФМ Игорь Кошин ответил на 15 вопросов. География звонков впечатляет. Вопросы поступали не только от жителей окружной столицы, но и из Великовисочного, Красного, жителей Нельминоса и других населенных пунктов. Начало сентября – это не только начало нового учебного года, но и начало нового этапа в жизни региона, в который он входит с определенными достижениями. Это как человеческая жизнь, так, собственно говоря, и наш Ненецкий автономный округ. Мы должны планировать его будущее. Мы должны, живя в настоящем времени, в любом случае планировать будущее. У нас есть ряд точек роста, по которым сегодня мы двигаемся. И, безусловно, это такие стратегические проекты. Безусловно, то, что отразится в дальнейшем на казне нашего округа, на наших доходах окружных, это вопросы, связанные с недропользованием. У нас сегодня есть сильный проект совместного предприятия «Башнефть» и «Лукойл» от «Востокнау». Вот осенью должны быть получены уже результаты тех пробуренных скважин, результаты геологоразведки уже более практичные. И тогда мы поймем, появляется ли у нас новый блок крупных месторождений для освоения. У нас очень активно сегодня растет «Башнефтьполюс» по добыче Трепститова. Вы знаете, что недавно прошел аукцион на распределение двух газовых месторождений, и в этих месторождениях победил «Газпром». То есть, у нас появится еще один недропользователь. Ну, а что касается вопросов, не связанных прямо с недропользованием, конечно, это глубоководный порт в Индиго с отрезком железной дороги Сосногорск-Индига. Безусловно, более ближайший проект уже в стадии реализации – это автомобильная дорога на Винмар-Усинск. Причем мы с нашими коллегами из Республики Коми двигаемся навстречу друг другу. Безусловно, хотелось бы двигаться еще большими темпами. Хочу напомнить, что сегодня мы практически данную дорогу строим непосредственно, практически полностью за счет федеральных средств. Мы активизировали работу с федерацией, и если в 2014 году не получили практически ни копейки с федерального бюджета, то в 2015-м уже получили почти полмиллиарда рублей, в этом уже получим под миллиард. То есть 800 чем-то уже получили, в том числе на строительство автомобильных дорог, на строительство объектов социальной инфраструктуры. Но я надеюсь, что мы доведем эту цифру до 1 миллиарда рублей. Те стратегические проекты, по которым сегодня двигается Нейнский округ, будут локомотивом региона в дальнейшем развитии. Кроме того, отметила Игорь Кошин, необходимо продолжать работу над обеспечением людей рабочими местами и продовольственной безопасностью региона. Впрочем, и здесь есть положительные моменты. В первом чтении принят закон округа о квотировании рабочих мест. Ведется профподготовка по востребованным в округе специальностям в области сельского хозяйства. Наряду с существующей поддержкой появилась и субсидия для тех, кто выращивает овощи в открытом грунте. В ходе прямой линии житель округа Александр попросил главу региона обратить внимание и на проблему с выдачей лицензии на любительское рыболовство. Скажу вам честно, детально разбирался в этом вопросе. Стоит задача перед профильным департаментом, а конкретно перед Белаком Олегом Ануфриевичем, он сегодня отвечает за этот вопрос, о том, чтобы в целом полномочия сельского рыбвода по выдаче забрать на территории округа каким-то соглашением. Но почему в этом году у нас это не получилось? Потому что сельский рыбвод, федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в процессе реорганизации, оно уходит в Питер. Поэтому сейчас мы уже отрабатываем с Питером, чтобы нам со следующего года эти лицензии забрать и выдачу сделать на территории округа. Причем рассматриваем различные варианты, я попросил специалистов подготовить различные варианты. Дело в том, что на территории других субъектов даже еще разыгрываются лотереи. Не обошлось и без вопросов, касающихся коммунальной сферы. Отсутствие отопления в домах на улице Пионерской, детских площадок и освещении улиц, в частности на лесозаводе. Вы знаете, правильный вопрос вы задаете. И по освещению мы сейчас вот осенью, наверное, обратили внимание, несколько дней у нас были сложности с освещением вдоль дорог. Но вот сейчас наш окруженный департамент отработал. Давайте так, что касается детской площадки, я посмотрю, что там можно сделать, учитывая, что у нас все-таки большое количество там живет самостоятельных людей, и у них есть детки. И вполне возможно, мы привлечем какие-то в небюджетные источники. Что касается освещения, настоятельно попрошу руководства нашего города заняться своими прямыми обязанностями. Потому что мы, когда в свое время принимали 95-й закон, и город больше всех возмущался, его это не устраивало, цель была очень простая. Снять те полномочия, на которые нет финансовых ресурсов, а оставить те, которыми непосредственно должен заниматься город. Большая часть вопросов, поступивших в ходе прямой линии, носили частный характер. По ним будет вестись индивидуальная работа. Игорь Кошин отметил, что открыт для общения с жителями региона. У нас действительно особый округ. Мы все открыты, все на виду, и что очень важно, мы друг друга видим на улице, встречаемся на различных мероприятиях. Ну а сейчас погода стоит осенью. Осень вроде началась, но погода шикарнейшая. Мы встречаемся на улицах постоянно. Это здорово. Я всегда выступал за прямой диалог. Кроме того, отметил Игорь Кошин, принципы работы в общении с жителями региона будут меняться. Прямые линии будут проходить чаще. Более того, на них будут приглашаться руководители подведомственных департаментов.